Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии неотъемлемая составляющая существования проекта. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса. Встреча в Крыму – главная мечта Кремля. Когда российские журналисты обратились к депутатам Госдумы с просьбой прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о поручении, которое он дал главе своего офиса Андрею Ермаку, готовить встречу с Путиным, одна из запрошенных, депутат Светлана Журова, сказала, что лучшим местом для президентской встречи мог бы стать Крым. Мол, именно с Крыма началось ухудшение российско-украинских отношений. Пусть с Крыма начнется и улучшение. Это пожелание, пожалуй, как нельзя лучше демонстрирует, что на самом деле в Москве думают о целях своего диалога с Киевом. Я кое-что у него утащил и использовал. На мой взгляд, эффективно. С украинским президентом стоит встречаться вовсе не для того, чтобы найти взаимопонимание, а, видимо, чтобы заставить Украину признать правомощность и легитимность нынешней политики России по отношению к Украине. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции. И Крым, конечно же, самое лучшее место для украинской капитуляции. С точки зрения Кремля, разумеется. Ведь если международное сообщество отказывается признать российские претензии на Крым и продолжает считать аннексированный России полуостров неотъемлемой частью Украины, то, видимо, нужно сделать так, чтобы сама Украина отказалась от Крыма. Лучше всего это сделать в Крыму. С точки зрения Кремля лучше всего, чтобы президент Украины начал свой визит в Россию с Крыма. Это даже приятнее и полезнее, чем коленопреклонение в Москве. А там уже дальше можно будет решать все остальные вопросы двусторонних отношений. Даже вопрос Донбасса. Потому что в случае признания российского права на Крым вся Украина будет как оккупированный Донбасс. Уже не столько государством, сколько территории, которые будут курировать российские спецслужбы. И это совершенно логичная цель современной России. Уже приходилось объяснять, что в Москве видят решение проблемы Крыма и Донбасса вовсе не в договоренностях с Украиной, а в дальнейшей дестабилизации Украины. В подрыве ее государственности, в попытках заставить Киев признать правомощность оккупации Крыма и автономию оккупированного Донбасса. Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке и может обернуться, не в общем-то, может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. И это почти по-сталински, только куда шире. Уже не нет человека, нет проблемы, а нет государства, нет проблемы. Вот если не будет Украины, то и проблем у России, видимо, будет гораздо меньше. Могут сказать, что это политическая теория, но вот только предложение российского депутата организовать встречу в Крыму – это уже не теория, а вполне реальное политическое заявление, которое тиражируют российские медиа. Это то, чего Кремль реально хотел бы от Украины и ее президента. Понятно, что Владимир Зеленский не поедет в Крым, но, наверное, ему стоит знать, чего от него на самом деле хочет Плешивый. Мы не собираемся империю возрождать. Нет у нас таких целей, в чем нас пытаются постоянно обвинить. Вас заливают. Мы с уважением должны относиться к другим странам, выстраивать с ними отношения, ну а там уже это вне зоны нашего контроля, имея в виду, что на это все-таки независимые государства. И туда погружаться совсем, вмешиваться туда совсем мы не можем. Это было бы неправильно. Граница России нигде не заканчивалась. В холодную войну, по крайней мере, напряжение было, конечно, очень серьезное. И не раз возникали такие существенные рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас, по-моему, находится в дефиците. Я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может. Вы только что слышали, что говорил Лавров о украинском президенте Зеленском, что нужно и Зеленского, и всю его команду взять, не спускать с крючка. Как это вообще можно прокомментировать? Это сознательный троллинг. До этого, как вы помните, Владимир Путин пытался назвать нас всех, используя маугли, шикалами, а Вашингтон с Шерханом. На самом деле это по Фрейду, потому что Шерхан – это Россия. А в маугли были еще волки. И волчья стая – это такая всегда жесткая и работающая реальность. Так что станем волками. Других вариантов нет. Такой у вас юмор в нашем эфире. Ну вот скажите, Павел, я вот хорошо помню, команда Зеленского перед своим избранием на пост президента Зеленского, там анонсировали фишки Зеленского. И вот мы сейчас видим, украинский президент зовет Путина то на войну на Донбасс, то в Ватикан. Я так понимаю, это те фишки, они будут работать? Смотрите, не обращайте особого внимания на весь этот диалог в публичном пространстве. Это не то, что происходит в реальности. Реальные контакты, они совсем другие. То есть вот эти предложения, а давайте встретимся там, а давайте найдем нейтральный город для встречи, нейтральное место – это все контекст, который отвлекает. Реально сейчас все зависит от торговли России с Соединенными Штатами. Путин готовится торговаться с Байденом, скорее всего, состоится встреча там 15-го или 16-го в Вене или в каком-то другом городе. И от этого зависит весь контекст по Донбассу, ну и в более широком смысле по Украине. Потому что Россия будет торговаться за возобновление своей зоны влияния в Украине. Они понимают, что это очень сложно. Поэтому будут дальше подниматься ставки, то, что мы видим вокруг. Вы говорите, 15-го, 16-го числа, возможно, встреча – это в мае или в июне Байдена с Путиным? Нет, это в июне, конечно. Потому что Байден всегда делает турне по Европе. У него будут саммиты, это НАТО и Большая Семерка. И, конечно, с точки зрения политики, сначала он должен посоветоваться с союзниками и партнерами, а потом только встречаться с Путиным. Это правильная последовательность и правильная логика. То есть я так понимаю, что до встречи Байдена с Путиным встреча Путина с Зеленским, она невозможна? Смотрите, Путин и слова Лаврова это подтверждают. Он ведь снова поднял ставки своим таким пренебрежительным высказыванием про Зеленского. Он же хочет, чтобы такой пиар встречи, такой пиар возможностей Зеленскому не дать. Он прекрасно понимает, что такая встреча важна для Зеленского и будет это использовать, поднимая ставки и пытаясь неявно, а как-то конспиративно, если хотите, что-то себе выторговать. Вот это на самом деле то, что на сегодня хочет Россия. Поэтому я бы до встречи Путина и Байдена за Путиным не встречался. Редактор субтитров А.Семкин